Совещание прошло в режиме видеоселектора. Участие в нем принял и губернатор Кубани Александр Ткачев. Одним из основных аспектов антикризисного плана стали поддержка импортозамещения, а также содействие развитию малого и среднего бизнеса. По словам Медведева, этот план при необходимости будет корректироваться. Премьер-министр призвал руководителей субъектов подготовить свои предложения. Год будет трудным, с этим согласились все участники совещания. Но на Кубани есть все основания полагать, что в крае этот период пройдет с минимальными потерями, считает Александр Ткачев. Делая ставку на собственное производство, на такую серьезную, вообще не предпринимательскую среду, деловую активность, я думаю, что мы сможем, во-первых, получить объем консердивного бюджета края, порядка 233 миллиардов рублей. Это значительно выше, чем период 2014 года. И уровень ВРП будет более 1%. Это тоже хороший такой сигнал в это время, когда другие территории, субъекты Российской Федерации имеют совершенно другую динамику, другие социально-экономические показатели. Делая прогнозы на 15-й, я очень надеюсь, что мы все вместе проявим здесь и мужество, и характер, и, конечно, заботу о своем крае, и которая проявится, конечно, в экономическом, социальном благополучии, политической стабильности. Все то, что всегда было для нас очень важным, и, конечно, на что, собственно, мы всегда и рассчитывали. По поручению правительства в крае сейчас также разрабатывают собственный антикризисный план. Утвердят его уже в конце следующего месяца. План первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития экономики края будет, конечно же, прежде всего, направлен на поддержание наших основных, так сказать, локомотивов наших, если рассматривать Краснодарский край, это, прежде всего, поддержка агропромышленного комплекса. Нужно обеспечить селян сейчас необходимыми ресурсами для посевных работ весенних. Конечно же, это поддержка санаторно-курортного комплекса, развитие промышленности и импортозамещение. Будет специальная программа по поддержке производства продукции, которая к нам поставлялась. Кроме того, на селекторном совещании премьер-министр призвал глав регионов сохранить низкий уровень безработицы. По мнению Дмитрия Медведева, нужно также повышать профессионализм работников. Их занятость должна быть более эффективной и современной. Занятость населения на Кубани больше даже политическая задача, отметил Александр Ткачев. В нынешнем году уровень безработицы не должен превышать 1-2%, считает губернатор. Кроме этого, сейчас специалисты отмечают тенденцию к снижению числа безработных в крае. Для этого также по поручению губернатора на Кубани разрабатывают специальную программу. Сейчас мы над этим занимаемся, чтобы была возможность оперативно поддержать те предприятия, которые по разным причинам могут выйти в режим работы неполного времени или перейти в простой или к сокращениям. То есть такие мероприятия будут прорабатываться. Все антикризисные программы по ключевым отраслям экономики будут разработаны до 1 апреля, определил сроки Дмитрий Медведев. К слову, всего на реализацию плана, который разработал Кабинет министров, понадобится более 2 триллионов рублей.